Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 28 сентября Вчера вечером 10-й корпус вынужден был отступить за Шелихе, но сегодня утром перешел опять в наступление. Очевидно, идет ожесточенный бой, и все время слышны глухие залпы орудийной стрельбы. Мы едем на моторе по возможности ближе к позициям. Мотор работает прекрасно. Звалинский – мастер своего дела и умудряется при здешних и зарытых дорогах ехать со скоростью 40 верст. Выезжая, он предупреждает, что, хотя мотор завода Меридич и великолепен, представляя собой последнее слово современной техники и с очень сильной машиной, но с машиной сложной, требующей изучения ее на практике, а потому и в силу того обстоятельства, что бензин содержит слишком много маслянистых частей, легко может случиться, что придется на этот раз и отказаться от 80-верстной поездки. В дороге действительно выяснилось, что машина еще недостаточно урегулирована и прочищена, и в результате, проехав верст 10, мы, осмотрев временные мосты на Хунхе, повернули назад. Мосты на деревянных понтонах и козлах с прогонами из рельс по пяти рельс напролет, с двумя пристанями, низкой и высокой, на случай прибыли воды и перемены ее горизонта в реке. Все просто и, как показал опыт, вполне удовлетворяет своей цели – перевозке орудий и обозов. Что до пеших частей, то они могут легко пройти и вброд при теперешнем уровне воды в реке. Возвратились уже поздно. Я отправился на вокзал, превратившийся опять в своего рода клуб с массой людей, со множеством слухов, один противоречивее другого. Определенного ничего, хотя и преобладает туманный слух, что все идет не так у нас, как того хотелось бы. Последнее известие, которое я слышал, уходя с вокзала, довольно единогласное, что пришлось 10-му корпусу очистить какую-то позицию и отступить. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Продолжение следует...